Сырный чай, трюфельный бенедикт и болс, песто из морковной ботвы. Набор минимум для тех, кто хочет идти в ногу с гастрономической модой. Сегодня рассказываем, где в Серпухове можно отведать эксклюзивы. Возможно, не те, что озвучила, но эксклюзивы. Конечно, в Корстон, в экстра лаунж и в самое ближайшее время. Сегодня наш прямой разговор с шеф-поваром ресторана Дмитрием Гладком. Дим, привет! 9 октября, вот у вас здесь прямо афишечка висит, будет ужин четыре руки. Вообще, это как? Потому что руки-то две. Еще две руки скоро приедут к нам из Ростова. Это бывший шеф-повар экстра лаунж Владимир Гапонов. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Ну, а еще говорят, что две хозяйки на кухне – это к беде вообще. А два шеф-повара на кухне как? Два шеф-повара… Умеют уладить? Да, конечно. Всегда, когда приезжают коллеги, это приводит к экспериментам, к чему-то новому, обмену опыту и специальным предложениям. Давай обсудим меню. Чем будете удивлять? От меня будет первый и третий курс. Первый курс – это будут гребешки с гелием из огурса, тартаром из цветной капусты. Третий курс – у нас будет палтус с мармеладом из калины, соусом биск и муссом из корнеплодов. Это авторские блюда? Да. Мы разрабатывали каждый свой курс. Такие блюда вряд ли будут в основном меню, поскольку это делается именно на гастрономические выжжены. Мы берем свою фантазию, берем продукты и творим. Сочетание несочетаемого ранее? Да. Мы берем огурец, морской гребешок, палтус, калину, по крайней мере, я беру. Владимир берет кролика, также утку. Он уже сам будет рассказывать о своих блюдах на гостроужине. На ужине вы еще будете рассказывать, что вы готовите, как готовите, при каких условиях. В этом суть? Не только. Помимо этого у нас еще будут винные сопровождения, музыкальные сопровождения, поэтому это будет как шоу-программа. А сейчас мы приготовим блюдо из меню гастроужина. Точнее, Дима будет готовить, я буду наблюдать и немножечко помогать. Можно, да? Да, конечно. Что это будет? Это будет карпачье из гребешка, с тартаром из цветной капусты, гелем из огурца. Распределяй обязанности. Что мне порезать? Начнем с цветной капусты. Как режем? Мне нужно порезать мелко, желательно кубиком. Кубиком цветной капусты? Да, конечно. А я начну тогда с гребешка. Мы его нарежем слайсами. Так, ну хорошо. Вот это кубиками или очень мелко? Ну, это очень крупно. Крупно? Да. Обалдеть. Я-то думала, меня сейчас отругают. Примерно это должно быть. Ну, покажи, да. А, вот как. Я всегда хотела научиться вот так делать, так резать. Ну, это все приходит с опытом. Это же просто красота. Нарабатывается скорость, лишние пальцы отрастают. Так что, получается, я испортила, что ли, блюдо? Ну, поскольку мы его будем прорабатывать неоднократно, и у нас уже не гала-ужин, поэтому можно попробовать и с такой интерпретацией. Ну, это же будет авторское блюдо. Да, да. Хорошо. От Олеси Кенфиевой. Или с Олеси. С. Хорошо. Вырезаем кусочки. А с чем цветная капуста вообще не сочетается? Вот с каким продуктом? С. С мороженым. Мне кажется, мороженое будет лишнее. Хотя, смотря из чего мороженое. Какая-нибудь сейчас беременная женщина скажет, да вы что, это же так вкусно. Ну, мы его будем сочетать с рисем мёдом. Так, это тоже я опять крупновато режу. Ну, это мы все исправим. Нет, ну я же буквально воспринимаю кубиками, значит кубиками. Ну, кубики бывают разные. Так, ну хорошо. Это все мы смешаем с мятой. И добавим в наш соус панзур. Это что за соус? Из цитрусовых с добавлением соевого соуса, кунжутного масла. Ну, в домашних условиях его можно приготовить? Да, конечно. Что туда нужно добавлять? Добавить несколько видов цитрусовых, именно фреш. Добавить соевый соус, немного сахара. Кунжутное масло. И проварить это все. Сколько минут? Пока он не варится на 2 третьих. На медленном огне? Да, конечно. Так, уже красивенько вот это. Мы оставляем его на пару минут подмариноваться. Но еще добавим туда немного вяленых томатов. К собственному приготовлению тоже? Да, мы их берем 3 дня. И 3 ночи. Нет, только 3 дня подняться с днем. С добавлением специй и трав, ну и чеснока. Хорошо, дальше. Я тоже хочу что-то еще поделать. Ну, поскольку это закуска. Ага, лучше меня не допускать к этому. Хорошо, я буду стоять. В плане того, что поскольку это закуска, мы добавим немного соли. Для самого грибешка. Ну, он свежий грибешок. Да. Немного перца. Дальше у нас пойдет гель из огурца. Давай сюда поставишь блюдо, чтобы я его лучше видела, рассмотрела. А мы добавили гель. Сейчас будем укладывать наш картар. А, то есть это вот так будет подаваться на стол? Прямо во льду? Да. Ой, боже мой, какие манипуляции. А долго ты вот это учился вот этому? Сырковой акробатике. Ну, с первых подзатырников шефа это довольно быстро выучится. А дальше мы добавим немного перечного масла. Ну, это остренько получится. Ну, должно же быть. Искренко. Немного зеленого масла. Зеленое масло это масло чего? Зеленое масло укропа, петрушки и прочих остальных пряных трав, которые мы перебиваем с лиховым маслом. И сейчас возьмем немножко нашего декора. Шеф куда-то убежал. Я без обеда сегодня. Говорит за декором. А мы все без обеда еще и без ужина. Вот как устоять? Мы уже ужином. Теперь вот так мы будем обедать каждый день. Терпите, мальчики, терпите. Это же горошек. Да. Микрозелень. Да. Популярная. Микрозелень, горошек. И листья на сурсу. Угу. Ну, надо еще обладать таким вкусом, чтобы все это красиво разложить. Ну, опять же, это не окончательный вариант, потому что все секреты мы раскроем только 9 числа на гостроужина. Ага, это только такой предварительный. Да? Я думаю, на целое время попробовать. Знаешь что, давай-ка ты первый, я посмотрю на твою реакцию, а потом присоединишься. Ну, я уже пробовал, поэтому... Да, мне интересно. Давай, давай, давай. Опять же, нужно все грамотно, эту сись. Надо же это сделать красиво на камеру, да? Слышим. Не получилось. Все? И медленно, да? Вкусно. И совсем не острое это блюдо. Я почему-то думала, что иной будет вкус. Прям так вот... Хочется кушать и кушать. Приятного аппетита. Интересно, достанется что-нибудь моим операторам? Или только вот капусточка? Дим, спасибо за эстетическое и гастрономическое удовольствие, которое я сегодня получила. Не за что. Мне почему-то кажется, что люди в целом-то боятся пробовать какие-то новые вкусы. К сожалению, так, когда у тебя меню очень много интересных блюд, которые ты часами, днями, неделями пытался создать. Люди обычно выбирают то, что им знакомо. Это такой салат, как «Цезарь», «Карбонаро». Это прямо классика и беда всех рестораторов, поскольку шеф-повара стараются познакомить гостя с чем-то новым, с чем-то интересным, то, что он еще не пробовал. Люди боятся экспериментировать. А вот почему боятся? Задумывался над этим? Возможно, они боятся, что им не понравится. Ну, они будут недовольны этим. Но, опять же, да, бывает плохой опыт. Но иногда находятся те блюда, которые ты не можешь забыть спустя года. Мы сейчас будем разрабатывать осенние предложения. Мы уже начали пробовать тыквенные латы, имбирный пряник, тот же самый. Это все вроде банальные, но мы всегда стараемся что-то банальное и знакомое сделать по-своему. Поэтому в ближайшее время мы будем представлять и барное, и осеннее меню именно кухни. А сам-то что пьешь? Чай, кофе? По профессии больше кофе. Почему? Бодрит все-таки. Ну и плюс, в принципе, мы любим, ну, по крайней мере, я люблю и так же и кофе, и чай. Особенно в хорошем сочетании. То есть не наши любимые черные пакетированные, а именно лисы. Миф о вредности глютена постепенно стал терять свою актуальность. На самом деле хлеб полезен, просто качественный хлеб с хорошей муки. Так сказать, вот сейчас в моде крафтовый хлеб. А в экстра лаунж хлеб пекут? К сожалению, нет. Когда-то давно, когда были свои кондитера, они пекли хлеб. Поскольку наш формат немножко, ну, точнее, мы переехали просто на 15 этаж, у нас немножко не позволяет оборудование. Но, возможно, все возможно. И в ближайшее время, может быть, что-нибудь и придумаем. У меня подруга абсолютно все блюда ест хлебом. Говорит, что я не наемся, если я не буду прикусывать батончиком. Хороший, качественный хлеб. Он всегда будет полезен и актуален. Это будет модно или не модно. Но люди всегда любят хороший, вкусный, свежеиспеченный хлеб. То есть, в принципе, не страшно, не стоит ее ругать. Хочешь макарошки, кушай с хлебом. Она даже макароны ест хлебом. Да, это очень многие любители макароны с хлебом. Все-таки это привычка больше итальянцев. Но в России она тоже прижилась. Современного человека уже не удивить. Ни гречневой мукой, ни рисовой, ни кокосовой. Сейчас, наоборот, появилась мука из бананов и так далее. Что у себя на кухне ты используешь? Какую муку? Скажем так, к таким ингредиентам мы еще не подошли. Мы пока что используем более простые, более понятные и постоянно доступные продукты. Поскольку пандемия повлияла не только на рестораны, но и на поставщиков. Мы пытаемся отобрать лучше, чтобы наладить постоянный процесс. Какие еще есть гастрономические тренды этого года? Что бы ты отметил? Очень большую популярность набирает Нордик. Это скандинавское направление гастрономии, которое в России очень масштабно набирает обороты. Многие шефы начинают ее изучать. Это что? Это те же самые с морепроды, это соленая рыба. Это довольно простые, но интересные блюда в формате того, что они используют не очень сложные методы приготовления. Это то же самое вяленая утка, вяленое мясо, сливочные супа и прочее. В принципе, направление кухни очень близко русскому человеку. Поэтому, я думаю, это будет одним из ближайших трендов. Расскажи про свою кухню вообще. Сколько у тебя в подчинении поваров и насколько ты строгий повар-то? Прямо как показывают в шоу, да? Кричит, ругает повар. В подчинении у меня сейчас восемь поваров. То есть, опять же, мы набираем штат, поскольку мы стараемся быть лучше и лучше с каждым месяцем. Вот. Насчет строгости, я бы не сказал, что строгий, я больше за справедливость. То есть, повара знают то, что я постараюсь к ним хорошо относиться и поддерживать их стремление учиться, развиваться. И если повар начинает косячить, он за это получает. Но... Так, так, так. Как повар может накосячить? Неправильно приготовить блюдо, не попробовать перед отдачей, не довести его до вкуса, испортить заготовку. Вариантов очень много. Они каждый раз удивляют своим подходом к этому вопросу. Что бы из своего собственного вот этого меню не ел бы ты вообще никогда? Не ел бы? А... Цезарь. А он есть меню? Да, конечно, есть креветка, есть курица. И просто изначально Цезарь был совсем другим, поскольку потребитель его уже переделал, и в него начали добавляться томат черри, курица, креветки, где-то бекон. Хорошо. Каким он был изначально? Изначально это были гренки, соус из анчелоса с пармезаном и домашним майонезом. Плюс лица романа. И все, в принципе. Оливье ты-то любишь? Оливье. Я вообще люблю все. Я люблю, ну, в большей части я очень люблю что-то новое пробовать. То есть те вкусы, которые мне изначально не были знакомы, и ты пробуешь, да, они могут тебе не понравиться, но в сочетании с каким-то другим продуктом они раскрываются по-другому. И поэтому не попробуй что-то новое, и для себя ничего не узнаешь. А сейчас мы станем участниками одного маленького эксперимента. Нам закроют глаза, нос, мы не будем ни видеть, ни чувствовать запахов, но мы будем угадывать продукты, которые нам будут подавать. Будем, так сказать, соревноваться с шефом. Ну, поехали. Так, сначала нос. Я знаю. Инжир. Инжир, это же мой любимый инжир. Следующая. Так, ложки. Это что-то шоколадное? Кармель? Паста, что ли? Нутелла какая-нибудь, еда. Мне кажется, это шоколадное что-то, конечно, шоколадная паста. Ну да, нутелла. Это вкусная сгущенка. Тут немного, может. Мед. Фу, какая хат. Это паштет. Рыбный, наверное, паштет. Без пищи нет. Нет. И не паштет? Паштет. О, угадала. Рыбный? Нет. Нет? Куриный. Хорошая. Ой, соленая. А, ну это... Маслиная яг. Оливка. 1-0, Олеся. Я угадала? Да. У-ху! Что-то очень жидкое, не испачкаться бы. Ой, это что-то вкусно. Йогурт. Это варенье какое-то. Нет. Соус. Где? Ну как будто что-то персиковое. Да. Все, выберем. Ну... Джем. Персиковый джем. Нет? Нет. Это мангловое пюре. Ну, авокадо. Причем не спелое. Молодцы. Имбирь, лимон, мед. Сахар. Сахар, лимон и яблоко. Шеф победил. Да? Абсолютно. Все, будем дышать. Боже мой, как приятно дышать. И видеть тоже. Ой, хорошо-то как. Ну что, шеф, мы неплохая команда. Да. За вас. Вы как-то со вторым шефом вообще собирались, сделали вот такую раскладку, потому что... Ну, а как иначе? А если у вас будут какие-то повторные, похожие блюда, это же нельзя допустить? Мы созвонились с ним, поскольку он находится в Ростове, мы с ним созвонились, подумали, почему бы нам не устроили гастроужин, тем более он приедет к нам. Ну, я ему предложил мясо, он себе забрал рыбу и морепродукты. Из-за этого мы толкнулись на противоположную сторону. То есть он занимается мясом, рыбой и все, и друг друга не трогаем. Ну, нет, в плане того, что если у него есть совет или у меня, опять же он приедет заранее, мы это проработаем, попробуем друг у друга и уже оттуда будем отталкиваться. И итоговый вариант только 9-го числа гости узнают. А в этом есть какой-то соревновательный момент, вот в этой истории? Я думаю, ну, все по-разному относятся. Для меня нет, для меня это просто, опять же, обмен опытом и хорошее мероприятие. То есть есть чем заняться, есть над чем потрудиться и поработать. Можно воспринимать это как соревнование, кто лучше готовит. Но, опять же, мы взяли противоположный продукт, который никак не пересекается. Поэтому пусть решат гости. Во сколько начнется гастроужин и сколько он продлится? 9 октября в 20.00 на 16 этаже Корсен мы будем проводить гастроужин. По длительности он будет около двух часов. Но, опять же, гости могут остаться и перейти уже на нашу дискотеку. На новый уровень в общении. Поэтому будет весело, будет интересно и будет вкусно. А есть тревога, что что-то не понравится пришедшим на гастроужин? Или в себе абсолютно уверена, что не может быть иначе? Все будет very good. Нет, все будет very good, но всегда есть возможность то, что человеку может не понравиться это сочетание. Опять же, любая критика, она нужна не для того, чтобы начать закапывать в этих мыслях, а для того, чтобы найти выход из этой ситуации и стать лучше, готовить более интересное сочетание. Либо больше прорабатывать и дегустировать. Я думаю, что это будет потрясающий вечер, очень душевный, очень вкусный, с незабываемой атмосферой. Так что не пропустите, присоединяйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!